Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и свежие новости из магазина. Появился набор из двух тяжей восьмого уровня. Оба танка-барабаны это Т-77 и Сомуа-СМ. Обсудим сейчас предложение, обсудим ценники на каждую из этих машин, если брать по отдельности в голом состоянии. Выкатим из ангара Т-77 для того, чтобы его заценить. Ну а в следующем видео, которое выйдет буквально через полчаса-час на канале после выхода данного видоса, мы с вами заценим Сомуа-СМ. Что касается набора. За 12 тысяч вам предлагают два тяжелых танка восьмого уровня, вам предлагают два легендарных внешних вида на эти машины. По 15 штук Х5, которые вы сможете действительно толково реализовать на данных тачках. Единственное, что к Т-77 необходим подход и к этому вернемся чуть позже. Поэтому сразу реализовать вот эти вот Х5 у вас полноценно не получится. Ну вот такая вот правда жизни. Открытое все оборудование позволит вам сэкономить чуть более 4 миллионов серебром. Это действительно очень выгодная экономия. Что касается продажи по отдельности. Я покупал Т-77 за 10 тысяч в голом состоянии. Ну до сих пор об этом жалею. Сейчас можно взять за 7,5. Это вполне нормальная годная цена для данной восьмерки. Что же касается Сому АСМ, то это очень хорошая цена в 7 тысяч за данный тяжелый танк. Действительно очень приятный в отношении отыгрывания. И мне лично заходит сейчас как один, так и второй. Хотя по Т-77 изначально мнение у меня было абсолютно другим. Но опять-таки к этому вопросу вернемся чуть позже, когда Т-77 заценивать будем. Соответственно, ребят, даже если говорить о том, что вот здесь вот ценники на голые машины абсолютно адекватные, потому что машины действительно играбельные, то за 12 тысяч вы тогда получаете каждую из этих восьмерок всего лишь за 6 косарей голды. Да еще и с легендарным внешним видом и открытым всем оборудованием. Короче говоря, сам набор действительно очень вкусный. Вопрос только в том, нужны ли вам в ангаре два барабана. Что касается Т-77, которого сегодня в этом видео будем выкатывать. Как я уже сказал, Сому АСМ выкатим в следующем видосе через полчаса-час. Машина действительно интересная. Единственное что, когда я ее покупил, у меня просто-таки зла не хватало от этого приобретения, потому что обуздать его было ну прям совсем сложно. Дело в том, что у него долговатое время перезарядки всего барабана целых 20 секунд. И при этом машина абсолютно командозависима. То есть тебе необходимо находиться рядом со своими и на время твоей перезарядки они тебя должны поддерживать. Многие говорят по поводу того, что Т-77 это такой себе Т-57 Хэви только на 8 уровне. Это не так, ребят. Дело в том, что у Т-57 Хэви есть способность выносить с барабана половину ХП практически любого соперника у себя на уровне. Здесь мы имеем два снаряда в магазине и мы имеем средний урон в 380 единиц. Понятное дело, что 760 среднего урона не хватает для того, чтобы вынести половину ХП своего одноклассника. Поэтому не путайте Т-77 с Т-57 Хэви. Это абсолютно разные танки в отношении результативности, но очень похожи машины между собой в отношении манеры игры на них. Что касается позитивов. Хороший угол склонения орудия вниз. Минус 10. Действительно очень комфортно, классно. Что касается пробития. Очень себе добротная и на уровне более чем достаточная. Время перезарядки снарядов в магазине 2,5 секунды. Короче говоря, играете приблизительно так, как вы играете на ProJet 46. Но только там система дозарядки есть. А здесь просто два снаряда. После которых вы уходите, как я уже сказал, на неполные 20 секунд на перезарядку. Ну и соответствующий ДПМ в 2052 единицы. С учетом того, что есть оборудование и амуниция. Что касается оборудования, поскольку здесь, ребят, вентилятор особо ничего не решает, то я играю на калиброванных снарядах. Как поставите себе, это уже, безусловно, решать исключительно вам. Ну что, берем машину, поехали в бой, ну и попытаемся ее заценить. Сейчас только убедимся в том, что мы заходим в обычный бой, а не в какой-нибудь рейтинговый, либо в столкновение. Ну и погнали. Ну что ж, друзья, давайте тестить и параллельно с тем я расскажу вам свою историю приобретения Т-77 к себе на основной аккаунт. В свое время, когда Т-77 появился на продаже, я посмотрел на его технические характеристики, посмотрел на его результативность руками других игроков, посмотрел на статистику по победам и понял, что эта машина просто-таки необходима мне. И вывалил я тогда за него целых 10 тысяч золотом. Понятное дело, что сейчас за 10 тысяч я бы его не покупал, да и тогда, честно говоря, я больше купил данную машину для того, чтобы сделать на нее обзор и показать ее такой, какая она есть на самом деле. Плевался, ребят, я очень долго, потому что машина потребовала от меня целых 50 боев для того, чтобы понять, как на нем отыгрывать, чего он от меня хочет и как сделать так, чтобы игра на данной машине все-таки приносила хоть какое-то удовольствие и была результативной. На сегодняшний день не могу сказать, что для меня мнение по поводу этой машины прям в корне поменялось. Я считаю, это им бой и тем танкам, которые просто необходим в ангаре любому танкисту. У меня просто немножечко изменилось мнение по поводу данного танка. Он действительно результативен, он действительно интересен, если у тебя получается на нем отыгрывать так, как он того требует. Ну и он действительно может понравиться многим игрокам, особенно тем, кто умеет играть на Т57 Хэви, потому что эти машины, ну, очень сильно похожи по геймплею. Вы должны разрядить максимально быстро свой барабан, после этого вы должны спрятаться на время перезарядки и потом гордо еще раз победоносно выехать и накинуть еще один барабан. Тогда действительно ваша игра будет результативной, вы будете вывозить серебро, вы будете получать удовольствие от боев. Но, ребят, стоит отметить, что несмотря на наличие определенного рода позитивов по данной машине, есть, безусловно, и негативы. А негативы у данной машины следующие. Во-первых, очень скудная подвижность. Он, ну, вообще еле разворачивается, он еле движется. И это действительно очень большая проблема, особенно с учетом того, что он имеет огромное количество серых зон, которые будут пробивать. Это первый и основной, я бы сказал, минус по данной машине. Второй минус по данной машине сводится к тому, что она безумно командозависима. То есть самостоятельно, оставаясь против соперников, вы никогда не вытянете бой. Ну, разве что будет двое шотных, они в вас не попадут, ну, а вы, соответственно, их вынесете. В других же случаях машина очень легко выносится в ангар. Просто огромный нижний бронелист, который пробивается, ну, я бы сказал, налегке. В башне достаточное количество серых зон, и, как вы видите, даже рядом с орудием, там, где, как правило, у танков более-менее все забронировано, здесь абсолютно спокойно пробивается. Понятное дело, что корма и борта прошиваются вообще на ура, и здесь нет ничего удивительного, потому что у нас нет хорошо забронированных машин по бортам и по корме. Короче говоря, если вы хотите нормально играть на данной тачке, вам необходимо научиться на время перезарядки прятаться, вам необходимо научиться находиться исключительно рядом со своими союзниками и далеко от них не отъезжать, как бы плохо это не звучало, ну, просто потому что в противоположном случае соперники вас разберут на болты и гайки гораздо быстрее, чем вы перезарядитесь, ну, и, соответственно, будете давать тычки в ответ. Короче, суммируя, могу сказать пока следующее. Машина не имба, и машина потребует от вас, ну, крайне долгого времени для понимания того, как на ней играть плюс-минус результативно. Давайте посмотрим на результаты боя. У нас сейчас поражение. Я со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы сделать свой вклад в победу. Я не могу сказать, что я прям шикарно отыграл на Т-77, и даже несмотря на то количество боев, которые я уже отыграл на данной машине, я не считаю, что я постиг ее прям на все 100. Грубо говоря, 2000 единиц урона, скудный фарм, но, слава богу, не в минусе, но это с учетом того, что у нас есть прем-аккаунт активированный. Если бы у нас этого прем-аккаунта не было, то там все гораздо-гораздо печальнее. Здесь было бы всего 10 тысяч. С другой стороны, за поражение больше вопросить, ну, как бы, не совсем было бы справедливо. Второе место в команде по урону, ну, и я бы не сказал, что это максимум, на который способен Т-77, но готовьтесь к тому, что, если вы не сильно умелый игрок, допустим, как я, я не киберспортсмен, я не статист, я не нагибаю рандом в каждом бою, я играю так, как умею, то вот приблизительно вот так, от боя к бою, он и будет у вас играться. Давайте попробуем еще раз взорваться в катку, для того, чтобы посмотреть, насколько ровно от боя к бою он играется. Ну, понятное дело, что сейчас будем двигать вместе со всеми в город. Вот, кстати, рядом с нами, плечом к плечу, СОМУА, который входит в комплект к Т-77, либо Т-77 входит в комплект к СОМУА, там уже определитесь самостоятельно, если купите сам набор, и для себя поймете, какая машина вам зашла больше. Соответственно, вторая вам, считайте, пошла в нагрузку. Многие спрашивают меня по поводу того, так стоит ли покупать или не стоит ли покупать, когда я оставляю вопрос, скажем так, со знаком вопроса, и не даю вам точного ответа, действительно ли машина достойна внимания. Есть такие видео, в которых я прямо говорю о том, что машина не достойна внимания за такие деньги. Есть видео, в которых я говорю вам наоборот, покупайте обязательно, потому что эта машина вам однозначно зайдет и понравится. Про Т-77 я могу сказать следующее. Т-77 это такой танк, который зайдет далеко не каждому игроку, но в данном конкретном случае, с учетом того, что эту восьмерку, а эта восьмерка, ребят, которая умеет фармить, продают за 6 тысяч голды в составе набора, сказать, что это предложение не достойно вашего внимания, это было бы нечестным по отношению к сочетанию цены-качества. Понятное дело, что если бы сейчас он стоял на продаже за десятку, как я его покупал, то я бы с пеной у рта кричал бы сейчас в микрофон, ребят, ни в коем случае не покупайте этот танк за эти деньги, он не стоит 10 тысяч. А вот своих 6 тысяч, да даже 7 с половиной, он стоит действительно. Но только учтите, что за 7 с половиной вы покупаете голую машину без ничего. А за 6 тысяч в составе набора вы покупаете машину в великолепном внешнем виде, мне действительно очень нравится. Если бы у меня голды побольше было на счету, то, наверное, это один из немногих танков, на которые легендарный внешний вид я бы все-таки приобрел. Ну и плюс к тому, открытое все оборудование тоже подкупает, потому что нафармить достойное количество серебра, точнее, простите, достаточное количество серебра, это задача не из легких. 2 миллиона серые на дороге не валяются. Так, отходим назад. Косовато себя сейчас ведет орудие, хотя по правде я не ощущаю особой косости данного орудия в большинстве боев. Да, бывают какие-то вот такие бои, в которых прям совсем не везет, но мне кажется, что это не более чем открутка в игре, нежели закономерность по данному танку. Давайте еще раз попробуем. Ну а сейчас летит великолепно. Короче говоря, готовьтесь к тому, что в основном орудие играется точно, но периодически бывают какие-то нелепые промахи, которых ты абсолютно не ожидал. Я думаю, что нам необходимо прорываться вместе с нашими. Поехали, попытаемся чего-то сделать. АМХ должен сейчас леса добрать. Ну а мы тогда топим на Тигра П и пытаемся параллельно с тем спрятаться, потому что сейчас получим еще пару тычек по бортам и будем грустно сидеть в ангаре и заценивать результаты очередного слива. Поторопился я. Поторопился, без полного сведения закинул. Это мой косяк. Это мой косяк. Давай, вылазь. Нет, Бураск не хочет вылазить. Понятное дело, что сейчас приедет Проджета. Попытаюсь добрать его. Блин, да что ж такое? Так. Бурасик. Только не меня. Только не меня. Ну все. Остался один. И сейчас вот та ситуация, о которой я говорил. Самостоятельно на данной машине абсолютно ничего не зарешаешь. Да и, в принципе, времени нет на то, чтобы сделать еще хоть что-нибудь годное. В целом, довольно неплохо играется. Если ты находишься рядом с командой, если команда тебя поддерживает, и ты из-под тяжка где-нибудь из-за их спин будешь накидывать урон каждый раз, как перезаряжается твой барабан, да, ты будешь вывозить очень хорошее количество урона за бой, ну и, соответственно, получать довольно неплохие результаты по фарму, если ваша команда вытянет бой. Как я сказал, машина безумно команда зависима, и самостоятельно что-то зарешать вы не сможете. Максимум, на что вы способны, это, в принципе, неплохо, но все же вы способны наносить урон для того, чтобы таким образом приближать победу. Но затащить бой, я бы сказал так, на 20 боев максимум 1-2 катки. Все остальное вы, ну, как бы, тупо рассчитываете на то, что ваша команда зарешает и вытянет. Если ваша команда не зарешала, не вытянула самостоятельно, то без них вы этого сделать не сможете. То ли дело с ОМУ АСМ. Вот тот действительно может за себя постоять, но к этому вопросу мы вернемся, как я уже говорил, в следующем видосе. Суммируя, ребят, Т-77 за 6 тысяч, очень даже прикольно в составе набора, ну а что касается 7,5, то это годный нормальный ценник на Т-77, но все же вам стоит подумать, точно ли вы сможете отыгрывать на данной машине постоянно результативно. Я побежал снимать за цен по СОМУ АСМ, ну а вы, друзья мои, если за честность обзоров и честность автора, прямо сейчас подписывайтесь на канал, и если хотите не пропустить видео по СОМУ АСМ, сразу жмите на колокольчик, для того, чтобы получить соответствующие уведомления. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. СОМУ АСМУ 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 Продолжение следует...